ВОРТОФ ТАНКС ВОРТОФ ТАНКС немецкая ПТ-САУ Ягдпанцер стала одной из культовых машин. Может быть, причина в том, что симпатично выглядит, или же игрокам нравятся её боевые характеристики, а мне нравится её ненавидеть. И думаю, к концу просмотра вы поймёте, почему. Сначала поговорим о названии «Хетцер». Однако известный эксперт по немецкому танкостроению Хилари Дойл отмечает, что этому названию нет никакого документального подтверждения. Существовала программа по созданию Е-10, небольшой ПТ-САУ, очень похожий на 38Т. По одной из версий, после войны были найдены документы и по Е-10, и по 38Т. А так как обе ПТ выглядели практически одинаково, то их просто перепутали. Именно с тех пор Ягдпанцер 38Т стал широко известен как «Хетцер». Так что для меня это Ягдпанцер 38Т, поэтому я в последний раз в этой передаче произношу слово «Хетцер». Я нахожусь в музее Military Vehicle Technology Foundation в Калифорнии перед ПТ-САУ, который называется G-13. G-13 построили в Чехии по заказу Швейцарии после Второй мировой войны. В некоторых из них, включая эту, использовали детали, оставшиеся от производства 38Т во время войны. Данную ПТ-САУ привели к виду Ягдпанцер 38Т, убрав дульный тормоз. Однако, если вы заглянете внутрь, то вам сразу будет понятно, это G-13 или 38Т. Производство 38Т началось в декабре 43-го года в Праге на заводах компании БММ, ранее называвшейся ЧКД. Они начали выпускать самоходные орудия, и нужно было решить, производить штурмовые САУ или же противотанковые. За основу был взят лёгкий танк 38Т, который мог бы считаться средним в то время, когда был создан. В отличие от того, как показано в аниме Girls on Panzer, это не просто установка суперструктуры 38Т на корпус Panzer 38Т. Практически все детали для этой ПТ-САУ создавались заново, и лишь некоторые были позаимствованы у старой модели. Однако, она всё же выглядит как обычная модификация. Хотя на самом деле таковой не является. Итак, осмотрим 38Т снаружи, взглянем на гусеницы, заберёмся внутрь. Только не это. Вы сами увидите, почему я не горю желанием туда залезать. А также узнаете больше об этой любимой многими машине. Дизайн передней части корпуса довольно простой. Слева установлена светомаскировочная фара. Здесь буксировочные крюки, которые являются удлинённой частью бортовой брони. Также видно, под каким углом корпусу расположены сами борта. С другой стороны, маска орудия, получившая прозвище «Свяное рыло». Существовало как минимум два основных варианта маски орудия 38Т, и «Свяное рыло» было более лёгкой версией. Изначально передняя часть ПТ-САУ была тяжелее на 200 кг, из-за чего серьёзно страдала подвеска. Конструкторы изменили маску орудия, тем самым убрав лишние 200 кг. Также они модифицировали подвеску, и характеристики машины улучшились. А это — опорный деревянный блок для домкрата. Наконец, мы видим традиционное для немецкой техники соединение бронеплит. Броня довольно толстая, и сверху, и снизу — по 60 мм. Ходовая часть очень похожа на ходовую от Панцер 38Т, но практически ничего из неё не заимствовано. Колёса теперь большего диаметра — 82 см. Подвеску усилили, особенно в передней части, из-за большой нагрузки. Гусеницы расширили с 29 до 35 см, каждые по 96 звеньев. Этот поддерживающий гусеницу каток — практически единственное, что напрямую позаимствовали из ходовой Панцер 38Т. В задней части ходовой направляющее колесо с четырьмя отверстиями тоже очень похоже на колесо от Панцер 38Т. Броня к кормовой части танка расположена под большим углом. Здесь у нас одна выхлопная труба с пламя-гасителем. В ранних версиях «Ягд Панцер» выхлопная труба была направлена вниз, глушитель устанавливался горизонтально. Здесь люк доступа к трансмиссионному отсеку. Под этой совершенно обычной крышкой находится стартер для ручного запуска двигателя. Берём заводную рукоятку, вставляем и вращаем. Для многих немецких двигателей в основном использовался именно ручной запуск двигателя, а электрический стартер применялся только в крайнем случае. Здесь люк для подогрева охлаждающей жидкости. Если на улице лютый мороз и охлаждающая жидкость замёрзла, нужно открыть люк, поставить туда лампу обогрева, жидкость растает, и двигатель можно будет запустить. С правой стороны вы можете видеть направляющее колесо с восьмью отверстиями. Возникает вопрос. Почему на одном колесе их восемь, на другом — четыре, а на внутренней стороне второго колеса их тоже восемь? Часто на форумах, посвящённых моделированию, люди видят эти колёса и говорят, «Это неправильно, этого не может быть, они не могли так сделать». Но я думаю, что так остро реагировать не совсем правильно. В журнале Model Railroader каждый месяц выходили статьи под общим названием «У всего есть прототип». В комментариях постоянно разгорались жаркие споры по разным поводам. Так что даже такая обычная для танков вещь, как разные направляющие колёса, часто вызывает у многих бурю негодования. Так что если кто-то настойчиво утверждает, что такого никогда не могло быть в реальности, попросите его это доказать. Он просто не сможет этого сделать. Теперь заберёмся наверх и будем открывать разные люки. Слева располагается двигатель, справа — система охлаждения. Левый бак рассчитан на 220 литров топлива, правый — на 100. Их хватит примерно на 180 километров пути. Это, конечно, в теории. А на практике, я уверен, они бы проехали километров 80 и уже бы искали, где подзаправиться. Двигатель почти такой же, как на Panzer 38T. Рядный шестицилиндровый двигатель модели «Прага» объёмом 7,2 литра, но теперь мощностью 160 л.с. при 2800 оборотах в секунду вместо 128 л.с. при 2000 оборотах. Из двигателя даже пробовали выжать 200 л.с., но эксперименты оказались неудачными. Уплотнители двигателя, видимо, просто не выдерживали такой нагрузки. Двигатель соединён с пятиступенчатой коробкой передач модели «Прага» Вилсон, а она, в свою очередь, с планетарной трансмиссией. Чтобы уменьшить девятиметровый радиус разворота, были установлены бортовые фрикционы и тормоза. Слабым местом танка был карданный вал, и многие ягдпанцеры выходили из строя именно из-за его поломки. И это было серьёзным недостатком. Сигнификант espera. Сигнификант53. Сигнификант53. Продолжение следует... Сигнификант53. Редактор субтитров А.Семкин